Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И мы продолжаем читать и рассматривать книгу «Деяний святых апостолов». Сегодня читаем 20 главу. Немножко напомним, что предыдущая глава заканчивается чем? Мятежом. В городе Ефес, Сребраковач, Дмитрий, он поднимает мятеж против апостола Павла. Почему? Потому что люди начинают от идолов обращаться ко Христу. И, соответственно, меньше начинают покупать различные изделия. Вот эти из серебра, из каких-то других металлов драгоценных. Потому что эти все изделия посвящались идол. И во время этого мятежа блюститель порядка, он говорит собравшемуся народу, что если у вас есть какая-то жалоба, то обращайтесь в официальные органы, пишите там жалобы. Иначе вот наш мятеж, он будет подпадать под действия строго законов. И, в общем, римская власть очень быстро всех разгонит и строго накажет. И вот когда вот так вот мятеж немножко сошел на нет, вот тут как раз начинается 20 глава. Читаем. «По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию». То есть Павел, он направляется на север, приходит в Македонию, это северная часть Греции. И там он остается, чтобы проповедовать по местам, где он до этого уже бывал. И, соответственно, он утверждает вере находящихся там учеников, которых он обрел в прошлое своей посещения. «Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Элладу». Ну, на самом деле, это все уже и была, так сказать, Эллада. И, конечно, Эллада и отдельная провинция, но в будущем, как вот мы уже сейчас рассматриваем Грецию, это все одни эллинские греческие территории. И вот апостол Павел, он там посещает своих учеников. То есть смысл в чем? В том, что нельзя оставлять без наставления тех, кого ты недавно обратил к вере. То есть если ты кого-то обратил к вере и оставляешь его наедине с самим собой, он может предаться каким-то заблуждениям, да? То есть может возникнуть какая-то там секта, которая не имеет отношения к Церкви Христовой. И для того, чтобы это была именно церковная община, людей нужно назидать. Их нужно утверждать в истинной вере. Вот для этого апостол Павел проходил, посещал эти места, постоянно своим словом поддерживал их. Сказано, там пробыл он три месяца. То есть вот целых три месяца он ходил и назидал. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, то есть вот опять-таки там иудеи выступили против апостола Павла. Он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. То есть апостол Павел уже считал, что вот это вот третье миссионерское путешествие, оно подходит к концу. Видимо, уже наступало некое такое утомление, нужно было возвращаться. Но при этом он решил пройти через Македонию, опять-таки, чтобы даже возвращаясь обратно, вновь проповедовать и вновь утверждать своих учеников. И вот дальше что читаем? Может быть, не совсем нам эти имена известны. Его сопровождали до оси Сосипатор Пиров Вериянин и из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд. И Гайя Дервянин, то есть из города Дерви. Дерви упоминалось в первом миссионерском путешествии апостола Павла, когда еще вместе с Варнавой посетили этот город. То есть получается, что Гай вот этот обратился там и с тех пор сопутствовал апостолу Павлу. И Тимофей, ну Тимофей – личность уже известная, мы упоминали, и оси Ци, Тихик и Трофим. Вот Евангелист Лука, когда он описывает вот эти сопровождения апостола Павла, он упоминает этих лиц как известных и ему самому Луке, и Павлу известных, и, видимо, известных тому вот сообществу христиан, к которым обращался Евангелист Лука. А вот уже почти две тысячи лет нас отделяют от того времени, и, конечно, мы уже не можем очень точно понять, кто они такие. А тогда они были известны, вот эти личности, поэтому Лука их упоминал. Но самое главное, что мы можем извлечь из этого, что Павел ходил не один. То есть не так, что вот он один приходит, проповедует. К нему присоединялись его ученики, становилось все больше последователей, единомышленников, и они продолжали его проповедь. То есть в каком-то смысле проповедь становится уже таким соборным деланием. И дальше все эти ученики, они тоже будут проповедовать, иногда находясь вместе с Павлом, а иногда уже отправляясь в путь, вот уже сами, отдельно. И вот только так вот христианство, оно и распространялось. Итак, они, пойдя вперед, ожидали нас в Тарааде. А мы после дней опресночных, дни опресночные, это дни, связанные с праздником Ветхозаветной Иудейской Пасхи, когда вкушали опресноки. Еще календарь был привязан к этим Ветхозаветным праздникам, поэтому Лука, он для пояснения вот некоего времени упоминает дни опресночные. Значит, мы после дней опресночных, мы кто? То есть Лука, он вот в себя в это число включает, потому что он лично присутствовал. Поэтому он говорит как бы от первого лица. Мы отплыли из Филипп, город Филиппы в Македонии, и дней в пять прибыли к ним в Тарааду, где пробыли семь дней. То есть достаточно четко так вот, может быть кратко, но очень четко, где сколько пробыли, когда прибыли, фиксирует Лука. И дальше вот весьма интересное описание, как совершалось воскресное богослужение. Точнее, о самом богослужении тут сказано не очень много, но кое-что приводится. И, ну, зачитаем. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба». Вот тут уже важное указание. Собирались для богослужения христиане именно в первый день недели. Не в субботний, седьмой день. То есть уже не иудейская традиция богослужения, а это новая именно новозаветная христианская традиция собираться в день для богослужения, когда Господь воскрес. Воскресенье – первый день после субботы. И, соответственно, это первый день недели. Вот книга «Деяния» фиксирует, что именно в воскресный день уже апостольская община и первые христиане совершали свое богослужение, отделяясь от иудейской традиции. А они вовсе не в субботу, как считают адвентисты седьмого дня. Итак, «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба». Под преломлением хлеба подразумевается таинство причащения, потому что во время совершения Евхаристии произносятся, конечно, молитвы, приношение святых даров, возношение пред Господом, освящение их, и потом преломление святых даров для причащения. Вот термин «преломление хлеба» относится именно к таинству Евхаристии, причащения. Во время этого богослужебного собрания «Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». То есть богослужение сопровождалось своего рода проповедью, ну, здесь больше такая беседа дружеская, и поскольку Павел понимал, что на следующий день уже ехать, он в этот день, во время этого служения, он решил как можно больше сказать, и даже беседовали до полуночи. Ну, видимо, сама Евхаристия, она совершалась, конечно, в вечернее время, и, соответственно, совершалась в вечере любви, и вот аж до полуночи они проводили вот эту беседу. В горнице, где мы собрались, то есть Лука, он тут же присутствует, и как личный такой свидетель, вот это очень интересно, значит, в горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Эта деталь, она не случайно помещена. Получается так, что уже первое богослужение, первые богослужения, они совершаются при особом свете светильников, то есть возжигают больше светильников, нежели было бы нужно просто для какой-то трапезы. Потому что служба, она, литургическая служба, она носит такой торжественный характер, и, соответственно, светильники, вот как сейчас у нас, семисвечник в алтаре, да, в храме тоже стоят вот подсвечники, там лампады ставят свечи, и очень много возжигается таким образом светильников. Ну, понятно, что и электрический свет уже в 20 веке в храмах появился, но с древнего времени было много светильников во время службы. И вот дальше что говорит Лука? Он же лично присутствует при этом, где мы собрались, пишет. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. Ну, тут интересно, что, видимо, много людей собралось, и каждый искал какое-то свое место, и юноша по имени Евтих, он нашел себе такое место на окне. А те вот дома, да, которые там, там как окна, они могли закрываться всего лишь какими-то занавесками, ну, там, или сетками, материи какой-то. Вот. И, значит, беседа продолжительная, и читаем, что по именем Евтих, юноша, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. Оказывается, даже Павел, хотя был такой красноречивый проповедник, он не мог тоже спасти, удержать своих слушателей от засыпания. То есть, даже если уже у Павла засыпали слушатели, то что говорить вот про нас? Вот. Но, тем не менее, это событие немножко такое трагическое, которое сейчас мы, о котором мы сейчас читаем. Значит, вот он погрузился в глубокий сон, и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. То есть, здание имело несколько этажей, вот окно, на котором он сидел, это вообще, значит, третий этаж. И вот он, пошатнувшись, выпадает. И написано, вот, поднят мертвым. Причем, было у ученых много споров по этому поводу, но дело в том, что Лука по профессии являлся врачом. И Павел о нем так пишет в одном из посланий, что Лука врач возлюбленный. И сама терминология Луки, она тоже выдает в нем врачебное мастерство. Соответственно, конечно же, Лука не мог отличить, что он был просто без сознания или мертвый. То есть, смерть была констатирована. Он поднят мертвым. Что происходит дальше? Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем, отрока привели живого и немало утешились. И на самом деле перед нами чудо воскрешения, когда апостол Павел сходит вот к этому юноше и как бы вот ложится на него, обымает, и на самом деле Павел в это время молился. И он повторяет образ действий пророка Ильи и пророка Елисея. И тот и другой воскрешают отрока, как бы ложась немножко на него. О пророке Илье мы читаем, что он трижды простирался над отроком и молился так, что Господи Боже, да возвратится душа отрока сего в него. И отрок, значит, открыл глаза и семь раз чихнул и потом начал говорить уже. То есть отрок воскрес. И Елисей тоже, когда он воскрешает маленького ребенка, сына Санамитянки, то он, значит, что, вначале туда отправляют, отправляют он слугу с жезлом, тот кладет на ребенка, но не помогло. Тогда уже приходит сам Елисей и он тоже как бы ложится вот на отрок, молится и отрок воскресает. И вот здесь Павел невольно повторяет тот же самый образ действий. То есть он, мы же знаем, что платки опоясания с тела Павла, они воскрешали, исцеляли, исцеляли больных, страждущих. И, соответственно, вот эта вот сила Божия, благодать Божия, которая осеняла апостола Павла, она способна была и воскресить. И вот он, прикасаясь к этому, к почившему, и он молится о нем, и вдруг он произносит «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». И толкователи объясняют это так, что Павел уже почувствовал, что душа почившего вернулась в него. То есть, как бы не была сильна вот та травма, из-за которой умер юноша Евтих. Кстати, Евтих переводится как «удачливый», «благополучный», «счастливый», и действительно, в соответствии с его именем, его постигла настоящая удача, благополучие. Душа его вернулась в него, он воскрес. А Павел после этого совершает таинство Евхаристии, сказано, «взойдя, преломив хлеб и вкусив», то есть, очень кратко описывается, как он совершил таинство Евхаристии, но было преломление, и потом вкушение, приобщение святых даров, и после этого он еще продолжил беседу, даже до рассвета, а уже потом он отправляется и уходит. А между тем, вот, отрока привели живого, немало этим утешились. То есть, вот чудо, которое совершилось, чудо воскрешения совершилось через апостола Павла. И дальше Лука описывает, что они посещают на обратном пути. Конечно, мы не можем вот все подробно это вот описывать, если бы взять карту, мы увидели, как они плыли по Эгейскому морю, и какой пункт, за каким посещали. Значит, пишет Лука, мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Ассе, то взяв его, мы приплыли, мы прибыли в Метелину, и отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и побывав в Трагиле, в следующий день прибыли в Мелит, а Мелит это уже побережье Малой Азии, Приморский город, где-то в девяти километрах от города Эфеса, к югу от Эфеса, и так вот, значит, прибыли в Мелит, ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Осии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы, быть в Иерусалиме. День Пятидесятницы это такой особо почитаемый день, ну, конечно, тут имеется в виду Ветхозаветная Пятидесятница, но заодно уже вспоминалась и Новозаветная Пятидесятница, сошествие Святого Духа на апостолов Христовых, и в этот день могло собираться множество иудеев, которым Павел мог проповедовать в Иерусалиме, но кроме того, он мог повидаться с другими апостолами, учениками Христовыми, обсудить дела проповеди, и, ну, вообще вот просто поддержать друг друга. Из Мелита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им. Вот сейчас мы посмотрим эту беседу с пресвитерами, как сказано Эфеса. Пресвитеры, конечно, сейчас у нас это священники, но, судя по вот некоторым выражениям, они могли быть в том числе и епископы, то есть пресвитеры как бы старейшие, но, возможно, они были уже епископского сана, и, соответственно, это вот те архипасторы, которым поручено управление в церкви. И вот Павел, он, сейчас объясним причину, он уже говорит, что он не увидит их, ему хочется побеседовать с ними, и поэтому он приглашает их к себе. И вот он говорит, вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами, работая к Господу, со всяким смиренно-мудрим и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Это вот такая доверительная беседа, где Павел прямо говорит, что все было очень и очень трудно, что иудеи злоумышляли постоянно, и много приходило вот каких-то искушений, скорбей находило на него, и однако же он каждый день старался проповедовать, как иудеям, так и эленам, а проповедовать что? Покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И дальше апостол Павел признается, «И вот ныне я по влечению Духа», то есть по влечению Святого Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Вот представляете как? То есть получается так, что Святой Дух влечет его в Иерусалим, и в то же время Святой Дух открывает ему, что узы и скорби ждут его, но при этом до конца чего и как будет Павел не знает. И тут, ну, во-первых, как это все открывалось? Во-первых, сам Павел, он непосредственно причастен Святому Духу, и поэтому уж он точно чувствует вот это влечение Духа Святого, Господь ведет его в Иерусалим буквально, а при этом Святой Дух по всем городам, сказано, свидетельствует, ну, вероятно, речь идет о пророках, новозаветных пророках, которые в этих городах уже как-то подсказывали, говорят, что там его ожидает узы и скорби, ждут его, вот, но в то же время Павел говорит, что я не знаю, что там встретится со мною, то есть, вот как именно это произойдет в деталях, он не знает, однако уже точно знает, что его ждут узы и скорби, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Вот эта речь, она очень интересна, как бы такое вот предсмертное завещание апостола Павла епископом и пастырем Эфесской церкви, Эфесская церковь была одной из таких вот значимых церквей в первые века христианской истории, и вот Павел, он говорит, что я, конечно, не собираюсь дорожить своей жизнью и невзираю на эти предстоящие скорби, а только бы мне с радостью совершить мое служение, а оно в чем? В том, чтобы возвещать вот это, как он говорит, Евангелие благодати Божией, вот это интересно, что Евангелие это благовестие, а весть о чем? О благодати Божией, которая явилась через Иисуса Христа. И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. То есть, он это говорит прямо, это ему открыто от Бога, и он говорит, что вот вы, вы меня уже не увидите, хотя на этом еще не закончилась его проповедь, он будет проповедовать, но уже в других местах, и сами узы, сами узы, они немножко скорректируют деятельность апостола Павла, но проповедь его не прекратится, однако эфесские христиане его не увидят. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Вот что это значит, что чист я от крови всех? Речь тут о чем идет? О том, что вот Павел, апостол, он считал так, что если кто-либо не принимает благовестия Христова, особенно иудеи, которые самим Ветхим Заветом обязаны были воспринять Мессию, вот если кто-либо не принимает благовестия Христова, тот тем самым обрекает себя на какие-то кары, наказания, вплоть до пролития крови, и в конечном итоге это именно и совершилось, но тут не так уже много лет осталось до иудейского восстания, которое завершится страшным просто разгромом иудейского народа, страшными кровопролитиями, рассеянием по всему земле, пленением, и вот Павел, он считал так, что кто воспринимает благовестие Христово, тот в каком-то смысле освобождает себя от этого, а кто не воспринимает, тот обрекает себя на такие страдания, и соответственно мы призваны проповедовать людям, чтобы уберечь их, уберечь их от подобных бедствий, как страшного наказания за их неприятие Евангелия, а если уже они не принимают Евангелие, ну то уже сами обрекли себя на эти муки, и вот он говорит, что я чист от крови всех, то есть тех, кто не принял проповедь о Христе, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, буквально епископами с греческого, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Вот это тоже такие ключевые слова, оказывается, вот на чем зиждется церковь Христова, она на крови Христовой, то есть Господь приобрел себе свой народ кровью, искупив от грехов человечества, и пастыри церкви, их ставят не люди, их ставит Дух Святой. В Таинстве Хератонии, в священство, когда возлагаются епископские руки на посвящаемого, то именно благодать Святого Духа нисходит, вот по преемству эта благодать, она от самих апостолов, от апостольских времен, и вот Дух Святой поставил вас блюстителями, то есть пасти Церковь Господа, и при этом пастыри должны внимать себе и всему стаду, то есть вести духовно трезвенную жизнь, чтобы не уклоняться ни вправо, ни влево, и в этом смысле внимать себе эту трезвенную духовную жизнь, но и всему стаду, чтобы видеть настроение своей паствы и понимать, как лучше воспитывать, духовно воспитывать своих чад. И дальше Павел приоткрывает нечто неприятное, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, не просто волки, а лютые волки, лжеучители, лженаставники. Это, конечно, проблема, которая прошла через всю историю церкви, что есть пастыри, есть лжепастыри, есть старцы, есть лжестарцы, есть те, кто лечит, врачует души человеческие, а есть те, которые калечат и причиняют им травмы. К сожалению, хотим мы того или нет, но на церковь Христова будут нападать волки, не просто волки, а лютые волки. И из вас самих, вот это особенно страшно, восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. А почему вдруг они будут говорить превратно? Да потому, что именно захотят увлечь за собою, не ко Христу вести, а вести людей лично к себе. и страсть гордыни она и выразится вот в этой превратной проповеди, что люди будут вот эти лжепастыри утверждать свое я, да, вот именно себя как бы вот проповедовать, а не Христа. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Ведь Павел же не себя проповедовал. Павел говорил о Христе и три года день и ночь. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слово благодати Его, могущему назидать вас боли и дать вам наследие со всеми освященными». То есть храните благодать Господа. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». То есть Павел совершенно никогда не старался наживаться на тех, кому он проповедовал. Проповедь его была совершенно искренне, бескорыстна, хотя он сам в своих посланиях как раз разрешал, он как писал, что проповедующие Слово Божие должны жить от благовествования, то есть что принесут пожертвования. Но сам при этом он лично трудился, делал палатки и вот продавая эти палатки он деньгами делился со своими сподвижниками. И вот он ни серебра, ни золота, ничего ни от кого не пожелал. Во всем показал я вам, что так трудясь надо поддерживать слабых и памятовать слабых конечно в духовном смысле, то есть тех, кто мог бы соблазниться, что вот он проповедует и берет пожертвования от тех, кому он проповедует. И вот таких слабых надо конечно щадить и жалеть. Еще он говорил и памятовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал блажение давать, нежели принимать. Вот тут мы видим указание на устную традицию передачи учения Христового, то есть вот в первые годы, даже десятилетия Евангелия не были записаны, не сразу все четыре Евангелия появилось, но учение Христа передавалось в устной традиции, по памяти. И много было таких вот высказываний спасителей, которые цитировались, и апостол Павел в частности одно упоминает, ибо он сам сказал, Господь сказал Иисус Христос, блажение давать, нежели принимать. Причем эти слова так оказались и незаписанными в Евангелии, что интересно, что Лука, который описывает эти слова Христа в книге Деяния, он их не вносит в свое Евангелие, но тем не менее он их записывает в книге Деяния, как именно слова Христова, но при этом запечатленные, воспроизведенные апостолом Павлом по устной традиции. Ну и евангелист Иоанн, помните, он говорил, что если бы все записать, что там делал и чему учил Христос, то всему миру не вместить бы написанных книг. То есть, конечно, Евангелие, они представляют в том числе некое такое произведение законченное литературное, в которое не пытались вообще все запихать, а когда уже некая гармоничная полнота набралась, то остальное, к сожалению, не записали, даже не записали в каких-то дополнительных книгах. Можно было хотя бы какой-то рабочий материал, то есть у авторов бывают и черновики, и черновые записи, что-то не внесли, но вот что-то могли бы... По крайней мере, эти слова высказывания Господа, они сохранялись в устной традиции, вот некоторые, как здесь упоминается этот заповедь, блажение давать, нежели принимать, вот некоторые высказывания вот так вот сохранились все-таки. Сказав это, он, апостол Павел, преклонил колени свои и со всеми ими помолился, то есть после такой вот доверительной беседы, искренне со всеми вместе молитва, тогда немалый плач был у всех, они же не увидят его больше, и падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Вот так апостол Павел расстался с пастырями и с чадами эфесской церкви, чтобы отправиться дальше, ну, на этом двадцатая глава завершилась, и в следующий раз, вот если Господь сподобит, то мы прочитаем и объясним двадцать первую главу. Храни вас Господь, братья и сестры, всего вам доброго! Редактор субтитров, igner oleh JIManee и я 돌ан поสнег all � viktigt, Louis монахочных oakby, р mysterious моих моих лappos, examples are вowth, meg Павел, лес и все